Приветствую вас! Вы знаете, достаточно разбросан получился у вас вопрос. То есть, я хочу сказать, что он очень неопределён. Он слишком общий, слишком такой, многие сферы охватывает. Слишком он, знаете, кричащий о совсем другом. Вот как психолог, да, как психолог, как личностно ориентированный психолог. То есть, психолог, работающий именно с личностью. Я увидел здесь у вас проблему ценностей, проблему ваших желаний, проблему построения отношений с мужчинами, неуверенность в себе, как женщине, как в человеке. Я здесь увидел у вас деструктивный сценарий вообще по взаимоотношению с мужчинами в целом. Вообще, потому что вы в 38 лет свободны и без детей. Но то, что без детей это может быть ваш выбор, а вот то, что свободны, это как бы странно. Странно, да? Вот. То есть, ну, как минимум, там, у вас, наверное, были отношения, браки, это всё рассталось. И вот именно на это я бы и рекомендовал бы в первую очередь обратить ваше внимание. Не на, собственно, этого мужчину, с которым вы познакомили тебя, который хочет жить с вами вместе. А на вот эти все аспекты. Как личностно ориентированный психолог. Вот. И, соответственно, работать уже с этим. И когда все моменты, которые у вас будут выявлены, мы откорректируем, например, то тогда и понятно будет, как вам себя вести, как правильно, как безопасно именно для вас. Вот. Ну, это если вопросы решать по науке такой, да? Вот. Вы пишите, что у вас выезд в воскресенье тридцать первого вечера вечером. Соответственно, времени до воскресенья, ну, достаточно много, но и на самом деле не очень. Вот. И понятно, что сколько-нибудь серьёзная работа за это время с вами проведена быть не может, ну, никак. С другой стороны, это говорит о некой вашей авантюрности, о некой вашей поспешности, о неком вашем, ну, скорее всего, сублимированном стремлении. Вот. То есть, для чего вам тридцать первого вечера ехать куда-то к почти незнакомому человеку, да? Ну, вот, когда вы можете встретить Новый Год, встретить его нормально со своими друзьями, знакомыми, там, родными. Вот. А уже после Нового Года, хотя бы числа второго, уже поехать к нему, к нему. Вот. Тем более, что на три дня всего лишь. Это не так много. Ну, вот. Вот это тоже интересный выбор. То есть, если вы можете уехать в воскресенье тридцать первого декабря, значит, получается, что вас ничто особо не держит в вашем городе. Тоже интересно, почему вас не особо что держит в вашем городе? Неужели нет людей, которые хотели бы провести с вами, ну, вот, Новый Год? Знаете, если есть, то как вы к этим людям относитесь сами? То есть, хотите ли вы быть с ними, не хотите быть с ними? И так далее. Вот. Если у вас нет таких людей, то, соответственно, у вас проблемы с социальными контактами. Это тоже означает сублимированную энергию, которая выражается вот в таком поведении. Вот на это всё Ольга нужно обратить внимание. А не на то, что вы пишете. Вот. И уж тем более, стоит ли ехать или сдать билеты и вернуть ему деньги, это решает только вам. Если, например, ехать, то для чего ехать? Какие у вас ожидания? Какие у вас притязания? Чего вы хотите? Может ли реально мужчина дать вам это? То, чего вы хотите сейчас? Если сдать билеты и вернуть ему деньги, опять же, для чего? Чего вы хотите? Вот отсюда нужно исходить, а не ждать рекомендации и советов от нас, как поступать. Вот. То есть, у вас есть явная психотическая модель поведения. То есть, попытка переложить ответственность на другого для принятия серьёзных решений в своей жизни. А это неуверенность в себе, страх. Это недостаток личностного роста. Соответственно, вам нужно сперва сделать всё это, да? То есть, личностно вырасти, научиться брать на себя ответственность за себя же и только потом уже строить отношения с мужчинами. Свободны именно поэтому они у вас и не получаются. Возможно, именно поэтому в 38 лет вы свободны и без детей. Кстати, а с какой целью вы написали свой возраст? Почему написали, что свободны и без детей? Какое значение в это вы вкладываете? То есть, знаете ли, очень важный момент, на мой взгляд. Дальше, значит, познакомилась с мужчиной в самолёте, он гражданин Турции и работает в РФ. Так, гражданин Турции. Непонятно, турок он сам по себе или нет, но если он турок, изучите, пожалуйста, их национальные особенности. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, скажу только, что они в основном монархические, эээ, национальные особенности, ну, в части геймеров, ну, вот. Изучите. Изучите, как турки относятся к женщинам вообще. Пожалуйста. Это важно. Дальше. Значит, так. Клянётся, что разведён. Разведён. Но опять же, вы пишите, что в сентябре, познакомились мужчины. Он вам уже клянётся, что разведён. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Четыре месяца. Вы общаетесь с мужчиной, он уже вам клянётся, что разведён. С чего бы ему кляться, что он разведён? Откуда такое желание быть с вами в отношениях, причём близких? С учётом того, что у вас 38 лет, ну, вам нужно, ну, хотя бы, там, годик друг с другом пообщаться, как-то узнать друг друга, да, пройти все стадии развития отношений. Об этом тоже можно говорить отдельно, ну, вот, проверить мужчину, в конце концов, какой он, можно ли на него положиться, нельзя ли на него положиться, достойный ли он, недостойный, недостойный ли он, понимаете, какая история, вот, а здесь у вас как-то всё очень быстро, вот. То есть вы продолжили общение с ним только потому, что он холост и разведён. Кстати, если разведён, то у развода были причины, эти причины нужно узнать, потому-то, скорее всего, те проблемы, которые послужили причинами развода, они придут и в ваши отношения тоже, поэтому с этим тоже нужно разбираться, вот. И получается, что вы продолжили отношения с мужчиной только потому, что он разведён, свободен тоже. Возникает вопрос, вы что, видите его только как мужчину? Но с только, но с только мужчиной отношения, отношения вы не построите. С мужчинами спят, но не строят отношения. Отношения строят личности. А вы? Ну, у меня есть сомнения по поводу того, насколько вы воспринимаете его как личность. Мужину, я имею ввиду. Дальше, всё звал к себе в гости в Тобольск. Я живу в Татарстане. Но опять же, звал он вас в гости. Хорошо. Если он вас звал в гости, то вы вправе изначально, когда он вас в гости позвал, уточнить все условия вашего пребывания у него в гостях. На что вы можете рассчитывать, находясь у него в гостях. И, соответственно, если вас что-то не устраивает, ему об этом сказать. Логично? Логично. Сделали вы это? Нет. По какой причине вы этого не сделали? Большой вопрос. Далее, я поначалу игнорировал. Вот тоже интересный момент. Почему вы игнорировали? Чего вы боитесь или боялись, что игнорировали? Понимаете ли вы, что вы играете в игру? В психологическую игру, которая, по сути, дело, означает, что вы боитесь эмоциональной близости с человеком. Либо с мужчинами, либо вообще с людьми. Вот. Если вообще с людьми, это социальный аспект, если с мужчинами, то это скорее про отца. Про вашего папу. Вот. Понимаете, какая история? Дальше. Значит. Зимние каникулы большие, чего бы не съедить на три дня. Ну, в принципе, правильно. Действительно, чего бы не съедить на три дня. Но не непосредственно с первого на первого. Выслал денег на дорогу, я купил билеты на поезд и немного попридержал. Вот здесь я не очень понял, что именно вы попридержали. Если деньги его, то какое вы имеете право их попридержать? Если вы, говорите, имеется в виду попридержала коней в плане того, что подумала, что я делаю. Тоже нужно проанализировать. А что именно вас насторожило? И для чего вы купили билет? То есть, ну вот, чего вы хотите от всего этого? Может быть, вы затормозились, потому что начали понимать, что ваши ожидания завышены, а мужчина все-таки реальный человек. И у него реальные желания, а ваши ожидания нет. То есть, тут нужно разбираться. Выезд в воскресенье вечером, так, об этом я уже говорил. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли ехать или сдать билеты. А с какой стати вы решили сдать билеты, если вы их уже купили? Как организовать проживание? Почему вы об этом спрашиваете у нас? В чем сложность этого? Как организовать проживание? В чем сложность этого? То есть, как психолог может помочь вам в том, как организовать проживание? Если вы имеете в виду, как ему это подать, то спросить прямо. Об этом я говорил и рад. Если говорить о том, как вам организовать проживание, то, естественно, исключительно за свой счет и только за свой счет, чтобы не быть от него зависимым. Но это с точки зрения психологии так. Должен ли его оплачивать? Нет, не должен. Потому что это, опять же, полностью делает вас зависимым от него, а для него открывает вас возможность что-то от вас требовать. Ну, если вы не хотите полностью зависеть от мужчины, то для вас это неприемлемо. Сразу ехать к нему, сразу ехать к нему это норма. А к нему это куда? В город или на квартиру? Если на квартиру, то да, это норма, но не оставаться там ночевать и с ним не спать. Я запуталась. А в чем запуталась? В чего хотите-то? Ведь желания какие-то есть у вас, какие-то центробежные силы на вас оказывают влияние, что вы запутались. Что это за сила? Как не потерять самоуважение и не остаться в убытке? Ну, вы знаете, Фрейд говорил так. Немножко потерять в уважении неплохо. Потом это уважение восполнится сторицей. Вот. Нельзя так, чтобы всё было и уважение, и не остаться в убытке. Так не бывает. История приходится выбирать. Ради самоуважения, как правило, человек может остаться в убытке. И не осталась в убытке, человек теряет самоуважение. В жизни, как правило, бывает так. Подумайте, что для вас важнее. Духовные ценности или материальные, исходя из этого, уже делайте свой выбор. Я думаю, что если говорить об убытках, то опять же, убытки это отношение. Что считать убытком, а что не считать убытком. Вот. И на мой взгляд, идеальный вариант, это снять дешевый номер, вот как вы сказали, койку в хостеле. Это идеальный вариант. Но мужчине при этом сказать, что вы, там, как бы в отеле, но не скажете ему где. И, ну, по причине того, что вы ещё его плохо знаете и не очень ему доверяете. Это нормально. Если мужчина адекватный, он это воспримет нормально. Если нет, значит это, скорее всего, не ваш человек. Вот. Как правильно себя поставить? Ну, об этом я уже сказал. Как правильно себя поставить, это вот независимость, да? Но опять же, как правильно для вас? То есть, если вы считаете, например, что мужчина должен оплачивать, а вот вы задаете вопрос, должен ли он оплачивать проживание? А почему вы нас спрашиваете? Это вам решает. Если вы считаете, что должен, значит вы ему говорите, что он должен. Но при этом вы соглашаетесь с тем, что вы от него зависимы. Зависимы. Если вы не хотите быть зависимы от него, или, по крайней мере, не сразу, то он и оплачивать тогда ничего не должен. Понимаете? То есть, это вам нужно вопросы найти, ответы на вопросы найти. А для этого необходимо, чтобы вы поработали над тем, о чем я говорил в самом начале. Далее. Вы употребляете здесь нецентурное слово, которое обозначает девочку легкого поведения, и мне непонятно, откуда такая ассоциация. Вы так о себе думаете, или был какой-то опыт? Откуда это? Откуда это? Сегодня, пишите вы, озвучивая ему цены на отель в его городе, сказал дорого, хотя стандартно. А кто определяет, что стандартно? Мужчина, например, сказал дорого, значит он вынес свою оценку. Вам, как взрослому человеку, нужно эту оценку принять. Кто сказал стандартно? Вот вы говорите, ЗП у него, ну не маленькая. Опять же, вы считаете чужие деньги, это деструктивная модель поведения. Понимаете? То есть, вы выносите оценку тому, что вам не принадлежит. Классическая схема переноса ответственности с себя на другого. То есть, я как бы себя не организую, но зато я организую другого. Я себе учет не веду, но зато я веду учет другому. Понимаете? Это избегание, избегание от себя. Ну и по сути механизм слияния, стремление к слиянию. То есть, это прямой путь к созависственности у вас. Когда вот вы выносите оценку другому человеку. Вот. Немного напрягу. Что именно напрягу? Чем? Напрягу, напрягу. Какие желания вошли в противоречие здесь у вас? Или он не обязан платить за полнезнакомую тетку? Но он обязан, только он может быть обязан, но он потом будет требовать от полнезнакомой тетки соответствующей. Вы это хотите? Проживание полностью моя проблема. Почему проживание вообще проблема, если вы собираетесь ехать в город? Проблема-то это ваши отношения, это вам видится эта проблема. Из какой стати? Его варианты другие. Поиск квартиры, где будем жить вместе. Ну я полагаю, что сразу жить вместе это очень сомнительное решение, если только мужчина не проявляет свои монархические взгляды, то есть он не демократично настроен. Это очень, это очень сомнительная идея, потому что вам нужно хотя бы просто встретиться. Вот. И, ну просто повторить час и провести время вместе, то есть взгляжение, оно должно быть постепенным. Вот. Поэтому тут нужно спросить, чего ты хочешь, зачем ты хочешь жить вместе? Чего ты ждешь от этого? И исходя из этого уже определять, нужно вам это или нет. Вот. Вот. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю, что для вас безопасно, определяете вы сами, Ольга. Вот это не нам решать, что безопасно. Безопасно это когда вам нет вреда никакого. А критерии вреда определяете вы. Поэтому вот вам уже и нужно самой определить. Если не можете определить критерии вреда и не можете понять, где вред вам, а где именно вот, знаете, ну, какая-то интервекция, да, ваши собственные проблемы, с этим можем вам помочь. Но пока, пока вот только-только так. Пока только-только так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!